Девушки отдыхают Впервые главный нарколог страны Не водка, а водка-соль И главный по другой части Максим Аверин Вынуден Расскажут всю правду о лечении алкоголем Тема, которая не оставит равнодушным Ни одного русского человека Выпить ею Выход есть Пить или не пить, не вопрос Вопрос, сколько пить? Ни для кого не секрет Что 50 грамм коньяка Улучшают показатели стрелков спортсменов Сенсационное заявление Коньяк улучшает качество стрельбы И это говорит мастер спорта Не просто стрелок, а инструктор по стрельбе В доказательство от теории Инструктор переходит к практике Первую серию выстрелов проводит на трезвую голову Десять выстрелов Группа попаданий А теперь стрелок берет коньяк Выпивает И вот вторая серия стрельбы Все те же десять выстрелов Все попадания практически смертельны Наглядно видно, что улучшения существуют В советские времена При отсутствии жесткого допинг-контроля По крайней мере, это применялось И не считалось каким-то криминальным Криминальным или запрещенным И действительно, до введения допинг-запретов Наши биатлонисты даже на международные соревнования Выходили со шкаликом за пазухой Об этом, как никто, осведомлены ученые-наркологи В биатлоне принято сделать глоточек коньяку Через маленькие фряжечки Через специальную соломинку Или как-то трубочку Это напоминает алкогольную пропаганду Вот мы нальем сейчас 37-миллилитровую рюмочку Если знаешь норму Такая рюмочка не даст состояния опьянения Алкоголь показан и теннисистам, и хоккеистам, и футболистам Едва ли не всем спортсменам Ну, даст возможность, значит, почувствовать Улучшение своих физических возможностей Доктор медицинских наук Профессор Владимир Нужный Один из старейших работников знаменитого НИИ наркологии По долгу службы он обязан бороться с алкоголем Но с фактами не поспоришь Оказывается, рюмка даже водителю пойдет на пользу Совсем не так давно Нормой приемливого употребления для водителей В целом ряде стран было 0,8 грамм на литр В пределах такого содержания алкоголя в крови Нарушений реакции при вождении автомобиля не возникает Те самые полезные 0,8 грамм на литр Это 0,8 промилле Сейчас они запрещены Просто все понимают Разреши русскому рюмку, так мы пол-литра выпьем Вопрос, а можно ли водку считать лекарством Мы задавали телеведущему кардиологу Который участвовал в операции на сердце Ельцина Да, во всех случаях полезно И как профилактика атеросклероза полезна И директору знаменитого института Склифосовского Если человек замерз, если человек переохладился То да, ему давали Доктора объясняют, водка, конечно, лечат Вот только полезными считаются первые 50 грамм И то, как профилактика Впрочем, это взвешенная позиция врачей от науки А ведь, пользуясь народной любовью к водке Нас часто обманывают врачи-шарлатаны Эти кадры то немногое, что осталось у родных Надежды Бондаренко Здоровье у него было хорошее, по крайней мере, тогда И она была, в общем-то, спортивная Они познакомились на пятом курсе института Через год поженились, завели ребенка Казалось, вся жизнь впереди Но у Надежды обнаружили рак груди И врач прописал водку В этот период Бывает, ну, наступает момент, когда уже веришь во что угодно По статистике, рак груди вылечивают почти 70% женщин Если вовремя обращаются к врачу Но Наталья выбрала метод Шевченко Он предлагает пить смесь растительного масла с водкой Так называемое лекарство женщина принимала 3 раза в день небольшими порциями Лечение включало отказ от воды и химиотерапии Она до конца верила Она очень строго соблюдала все эти правила Шевченко Спустя полгода надежды не стало А ведь сколько таких историй по стране Москвичка Светлана лечила мозоль Прижигала раны спиртовой настойкой И осталась без ноги Спиртовая настойка, она самая главная была Теперь я лишилась половины стопы Борис Миронов лечил спиртом язву И едва не остался без желудка Мне назвали размер этой язвы И сказали, что 2 дня И можно было в сундук готовиться Пиво, вино, водка, спирт Все это мы пьем, этим же и лечимся Так возможно ли оно лечение алкоголем? Какими напитками и в каких количествах? Сегодня на эти вопросы отвечают практики И теоретики впервые на телевидении Главный нарколог страны Проводит открытый сеанс для звезды О вреде спиртного написаны десятки книг О его пользе ни одной брошюры Мне кажется, зря Это не я сказал, это Сергей Довлатов И действительно, с ним, похоже, согласна Половина нашей страны Итак, лечение алкоголем Миф это или реальность У нас в студии главный нарколог страны Доктор медицинских наук Евгений Алексеевич Брюн По сути, главный борец с алкоголиками Против него Нельзя сказать, что главный алкоголик страны Но, Максим, посмотришь ваши фильмы Вы там вечно То под шафе, то на веселе Как любой русский А что вы пьете? Я люблю коньяк Потому что под него очень катится разговор Хорошо, знаешь, он так вот здесь вот благородно связки окучивает И разговор тянет Коньяк он... Максим, а коньяк это только настроение Вот, например, любят коньяк выбить для того, чтобы снизить давление Ну, я еще в том возрастном Нахожу из статуса Пока мне ничего не надо еще Не успокаивать, не понижать, не поднимать Давайте вот пройдемся по вашему жизненному опыту Когда-нибудь кто-нибудь из врачей вам прописывал Ну, например, ухо заболело Бас, спиртовые компрессы Простудились? Есть такое, поверь, хотя на самом деле Даже сейчас раскроют, это миф Ничего это не работает Что когда артист теряет голос, да Что лучше всего принять коньячку Все это ложь Это работает буквально одну секунду Он смачивает, да, он успокаивает Но через пять минут Ты еще хуже Эффект еще хуже Вот, поэтому... А вот говорят, Шаляпин полоскал горло горячим пивом Вы видели Шаляпина? Вы понимаете? Этот человек Я слышал, что рассказывает Быть голой на балкон гостиницы в Самаре Понимаешь? И петь арии Поэтому этому человеку не страшно ничего Понимаете? Вы не путайте мужика, который нынешнего века Понимаете? Слаб бы ва Поэтому у нас китайцы так атакуют И Шаляпин Шаляпин это мощь Итак, нам дано Человек Допустим, он больной Одна штука Одна штука И много штук того, что стоит здесь Итак, человек простудился От простуды Водка помогает? Нет Нет Глинтвейн от ангины помогает? Нет Глинтвейн, мне кажется, просто придумали, извините Для романтических встреч Где-нибудь Для романтических встреч Глинтвейн помогает? Романтические встречи на холоду Ну да Для романтических встреч помогает Это вкусовые чисто ощущения Шири берем Алкоголь Для романтических встреч в плане мужской естества помогает вот я могу совершенно точно сказать все злоупотребляющие алкоголем в этой сфере абсолютно нулевые расходимся те самые 50 грамм коньяка который вечером вы вы что а что-то закон невротические такие ситуации что надо слушать себя немножко выход на сцену ничего нельзя так вот вдохновение обязательно придешь как если не сможешь значит не любишь женщину спирт от диареи помогает вот я тут скажу такую мысль если у вас вы в пустыне или в тайге и у вас нет никаких лекарств и в одиночестве и нет туалетной бумаги то водка с солью или спирт с солью поможет обязательно но для того чтобы успеть добежать все-таки за медицинской помощь это ничего если понимаете это ведь не лечение это только некий ну да некий такой палеотив когда вот можно взять тайм-аут да и куда-то успеть добежать такое нравится что в пустыне не будет ни бумаги ничего нет ни куста даже но зато водка с солью будет отличный хороший туристический набор а то мы не знаем русских туристов я всегда сам вот о чем речь водочку и колбасу так пиво от камней в печени вот это беда это какой-то миф очередной не миф этому от моему товарищу просто официально говорю в присутствии камеры понятых врач прописал по два литра пива у него там не буду говорить где ну где-то внутри и он бегает выпив пиво бегает по лестнице вверх вниз чтобы вот эти камни растворились и камушки вышли можно я это оставлю на совесть этого доктора потому что за то время два литра это убойная доза одна однократная и что творится с печенью при этом ну может быть выйдут камни до на пять минут они выйдут и отвалится печень спирт в качестве для рубцевания язвы действительно была такая методика в свое время 19 веке то есть представляете позапрошлом веке рекомендовали но сейчас наука как вы понимаете с того времени ушла немножко вперед и есть совсем другие средства для лечения язвенной болезни а причем некоторые эрозии поверхности некоторые эрозии поверхности она действительно может прикрыть вот этой омертвелой пленкой слизистой оболочки но не более того лечение это не заменяют максим у нас молодой больной а вот если берем пожилого коньяк для снижения давления здоровый ты сегодня говоришь мы же как бы мы играем больного вы знаете мне очень понравилось то что вы говорите про историю вы видите как нас наука уже не давит и говорит не надо не пить а мы все равно находим какие-то способы и от ногтей и от коктей и от зубов и полет ну да как вот допустим вы спросили про пожилых людей и повышение давления ну да это стандартно говорят выпить 50 грамм выпивает 50 грамм на 15 минут давление снизится потом она повысится выше того что был и что нам это надо хорошо водка для поднятия настроения для поднятия настроения помогает но если настроение поднимать только этим способом то буквально через месяц-два они уже будут клиентами наших наркологических учреждений евгений а вы у себя работе нет а вообще не исключено вообще да выпиваю сколько ну я думаю что как бы ну моя норма за раз это где-то сто сто пятьдесят грамм водки я имею ввиду нет я предпочитаю сухое белое вино где-то порядка двухсот двухсот пятидесяти может быть миллилитров максим знаете как у всех больших начальников в кабинете есть вторая комната заходишь в эту вторую комнату там бар и большое разнообразие дорогих коньяков и виски вот мы побывали в таком кабинете у главного нарколога страны и посмотрели что стоит у него в баре я представляю так что у вас холодильнике любой диетолог пришел бы в восторг от содержимого этого холодильника а ведь сюда привык заглядывать мужчина весьма не хрупкого телосложения у вас одни в холодильнике одни овощи овощи фрукты огурцы помидоры болгарский перец и тыква много зелени а вот мясным духом и не пахнет я соблюдаю великий пост другие посты к сожалению реже а вот великий пост я соблюдаю есть в холодильнике евгения брюна продукты для скорого постного перекуса я их не очень люблю но иногда на скорую руку фасоль белки надо получать и солененькая на любителя сразу хочется задать вопрос а где бутылка водки ни водки ни вина ни пиво в холодильнике главного нарколога страны нет но мы не отчаиваемся поищем в кабинете на столе орехи богатый источник витаминов и минералов из фруктов фаворитах бананы и хурма хорошо снижали чувствую и оливковое масло и раза по столовой ложке в день хотя бы выпивать и очень многих проблем можно со здоровьем не иметь евгений но у всех больших начальников кабинетах есть бар там стоит коньяк виски у вас что а у меня археологические всякие знаки тех мест где я когда-то бывал и действительно водки нет сплошная антиалкогольная сувенирка рюмка для водителей для женщин для мужчин для моряков для свиней тут и ложки помогающие бросить курить и рюмка без дна но налить в нее нечего опишите ситуацию когда главного нарколога страны можно увидеть там со стаканом чего-то спиртного это что будет это будет новый год это будет мой день рождения или день рождения моей жены так два-три-четыре праздника в году и так понадобился час чтобы выяснить что главный нарколог страны все-таки пьет но редко дома и в небольших количествах кто не пьет назови помните знаменитое кино но мы не пьем мы лечимся и так представим пройдем сейчас небольшой близ вино красное от атеросклероза хороший вопрос от атеросклероза я думаю что маловероятно что это будет какая-то панацея и что это что-то даст скорее всего нужно пить там я не знаю оливковое масло или какие-то масла которые содержат стопку масла как это не не надо стопку масла совсем не надо ложечку даже немножечко чайную ложечку еще знаете говорят что красное вино надо для увеличения красных кровяных телец что будет кровь лучше чище полезнее наверное да я должен быть честным как бы красное вино содержит много тех веществ которые необходимы человеку и не содержится в других пищевых продуктах вот сколько вина можно выпить вот бокала вина в неделю достаточно для того чтобы покрыть потребность организма немного вставай на лыжи да хорошо тогда я вас ставлю в тупик вот этим разнообразием это же все вот это все спиртовые растворы да купленные в аптеке бар аптекарский мини-бар максим ничего за этого не практиковали вы представляете алексей алексей и максим вы представляете 8 часов утра аптечная палатка и вокруг все усеяно вот этими пузырьками настолько боярышника и знаменитая да настолько прополиса настойка пустырника да все это пьется еще есть настойка стальника есть настойка боярышника прям сразу 100 граммовый упаковочек бутылочки очень чудо но это продается же в аптеках мы давно об этом говорим чтобы в аптеках это продавалось по рецептам сейчас у нас еще одно задание подойдем к нашему холодильнику евгений ксич вот схватите за эту железку три четыре задание следующее вы смотрите мы как часто происходит в нашей жизни реально утром меня больной зуб да мне врач прописал обезболивающее без больше не действует я бац на всякий случай 50 грамм и происходит комбинация таблеточек с водочкой вот с аспирином давайте разберем вот эти комбинации самые опасные итак да начнем аспирин с водкой чему это может привести кровотечением каким острым желудочно-кишечным кровотечением алкоголь и снотворные это комбинация алкоголь и снотворные классическое отравление а тоже алкоголь усиливает действие снотворного и наоборот спицы же после этого спицы хорошо и можно не проснуться так а вот например еще любимая комбинация наших пенсионеров коньяк с нитроглицерином ну да могут разорваться сосуды головного мозга нитроглицерин резко расширяет сосуды в том числе в головном мозгу алкоголь снижает точнее повышает проницаемость сосудов может быть просто кровоизлияние в мозг инсульт смерть так что вы люди либо пейте либо лечитесь ну вообще отличная мысль да водка с инсулином это это круто это круто инсулин ну как вы понимаете снижает сахар водка первое его действие он тоже может понизить сахар можно уйти или в гипогликемии или в гипергликемии и соответствующими последствиями и так алкоголь и таблетки что мы ставим на этой истории несовместимый несовместимый что значит вредно пить чушь журнале здоровой жизни за 67 год один доцент фамилию забыл так и пишет напивайтесь полезно напиваться полезно это фильм семьдесят четвертого года никакого сухого закона в стране нет и в помине смотришь это советское кино и кажется неужели и впрямь агитирует за 40 градусную вы водку пьете помешивая столичная водка в старой русской терминологии означало первоначально только лекарство историк водки борис родионов знаменит тем что возродил рецепт полугара того самого напитка который пила российская знать сегодня родионов готовит старинную лечебную водку от кашля начнем с гвоздик непременным ингредиентом все грудных водок была мелиса ничего общего с современной водкой этот напиток не имеет по сути это самогон настойный на трава начинается пожалуй самое главное мы получили лечебную водку грудную водку которой можно уже сказать пользоваться потомственный пчеловод александр котиков уже много лет следует зову предков таблетки в мусорку настойки в желудок рецепт его мужского здоровья настойка на пчелах по рецепту прадеда берем ложку высыпаем пчел в стулку измельчаем очень мелко желают порошок столовая ложка измельченных пчел на стакан водки а через две недели настойка готова эту настойку я принимаю сам полковник юстиции на пенсии и мастер спорта по боксу анатолий карпенко в настойки от всех болезней не верит родом из сибири он еще с детства собирал травы и коренья в тайге настойка понтовая это очень хороший тоже иммунный инвалятор синюха который успокаивает снижает артериальное давление когда мы в корень очень хорош он при подагре когда-то карпенко учился на врача но из института был отчислен за упрямство пытался доказать профессорам лучше чем растительные настойки на спирту лекарств нет после тренировки чтобы снять напряжение я рекомендую вот это настойки берегись панамы наших каскадер да она пошла главное водка нашего времени это 40 градусный раствор этилового спирта пропущенный через угольный фильтр по большому счету ничего полезного в очищенной водки нет но народ по-прежнему верит что она лечит это журнале было науки бытии или еще в каком но не помню вот и во время войны солдаты спасались в окопах хоть и без перца но водкой таких металлических фляжках алюминиевых была водка когда раненому очень плохо дать ему глоток для того чтобы так сказать улучшилось кровообращение а еще говорят водка спасает от радиации 86 год припять алла пугачева дает концерт для ликвидаторов нам рисовали картинку что вот радиация такой ромашкой значит а мы будем вот тут перед поездкой примадонну проинструктировали ничего не есть пить только водку виски или красное вино позвонили и сказали вот пожалуйста можете отказаться или поехать то соблюдая какие-то правила после концерта певицы налили водку с соком алла борисовна от коктейль отказалась попросила чистый продукт не чокаясь выпила рюмку и улетела мы мало себе представляли что там кошмар конечно у нас так каждый вызов записывается это видео из интернета официальная медицина врачи скорой помощи проводят неофициальную процедуру ингаляцию парами спирта медики объясняют это известный дедовский способ спирт надо не пить а дышать его пары используют для того чтобы погасить пенообразование в легких при отеке легких сейчас дышать лучше ну коньяк вообще полезная вещь что говорить он от простуды от ревматизма сосуды расширяет сужает любые музыкант из джазовой семьи денис бриль ценитель благородных напитков коньяк виски кальвадос коллекция досталась денису в наследство от дяди за 25 лет в ней набралось более двух тысяч бутылок простуду в семье брилли лечат коньяком с чесноком мы берем альный зубчик чеснока и выдавливаем этот зубчик в этот стаканчик заливаем чеснок одним стаканом коньяка и оставляем настаиваться на сутки наливаем это замечательное лекарство уже запах конечно испортился но зато лекарственные свойства фантастически увеличились оперный певец дмитрий галихин крепкий алкоголь старается не употреблять он только раздражает связки но когда голос дает сбой самый действенный способ гуголь-моголь с коньяком основные ингредиенты этого эликсира яйца коньяк сахарный песок смешиваем чайную ложку сахара столовую ложку коньяка и 3 яйца взбиваем очень важно подготовиться подготовиться таким образом нужно принять душ принять ванну и перед сном непосредственно начать выпить его именно этот эликсир поможет завтра на завтрашних репетициях конечно очень хорошо если есть возможность выпить еще перед репетицией вот наконец мы приглашаем нашу студию детей друзья мои нашли задание и для вас ваша задача залезть в эти тазики и давить виноград ногами и как андриана челентана софья и то чем занимаются детям по науке называется энотерапия поэтому еще поговорим а пока не в гене ксеч к вам вот такой вопрос с недавних пор как и наши прекрасные госограждане стали ездить по всему миру очень популярны вот такие штуки змеи крокодилы скорпионы привозят вот эти чудодейственные растворы там кобра скорпион растворы вот именно это раствор это раствор и кинового спирта а в этом смысле в этом смысле в хорошем смысле растворы и все-таки помогает это для чего вот то что называется для на телевидении как сказали бы для поднятия рейтинга а для поднятия рейтинга точно помогает но они его пьют каплю ну давайте так и сейчас вылезет услышать обошел этот дым или это вы знаете как эту змею убили нет понюхайте понюхайте парень максим возьмите пожалуйста 200 граммов чищенных кедровых орехов вот собственно половина этой порции это половина рецепт 1912 года называется таежные рецепты на стойка кедровуха да вот это надо толочь помните у давида самойлова цыганова помните у него поэма есть да графин был старомодного литья и был наполнил желтизной питья настойного на нежнейшей почки смородины а также на листочке и на душистой травке он сиял сейчас мы сделаем настойку настойка которую мы готовим тут я зачитываю для повышения мужского естества в кулинарии так максин теперь заливаем спирт туда вот это все да все выливаем да евгений сейчас ведь вы нам сказали да что вот помните коран процити надо алкоголь запрещен применением но если вы в пустыне и умираете от жажды то жизнь человеческая важнее и вы можете употребить пять раз нужно молиться в день а обращаться к богу с нетрезвой головой с одурманенной головой это большой грех православные допустим не ходят в храм в пьяном состоянии господа все равно обращаемся выпили господи поболтали вы смотрите значит теперь эту штуку нужно закрыть на поставить в темное место на месяц спустя месяц через месяц встречаюсь максин вот ты лично с позиции 21 века веришь поднятие мужского естества а у меня так все в порядке зачем мне не надо пить три раза в день по одной чайной ложке награненный стакан воды вот в таком виде это можно любом в любом виде есть еще другие рецепты на перегородках грецких орехов там утреть и напитки вот любой стимулятор все что стимулирует потом будет обратный эффект закон сохранения энергии но можно что-то море было где-то будет процентным садом дети мои у нас уже тут чего-то с вами прибыла за много соку вот основной источник для проведения энотерапии у нас готов и так что такое энотерапия и винотерапия и помогает ли она при лечении вот они знаменитые царские подвалы массандра крым мы специально приехали сюда когда в списке услуг обнаружили строчку винотерапия местные виноделы свято верят целебные свойства забродившего винограда 20 грамм муската это одна таблетка валидола 40 грамм это две таблетки а бокал послушать экспертов тут не вином торгуют а лекарствами так и хочется заболеть каберне выводит радиацию херес улучшает пищеварение портвейн согревает кровь когор очищает кровь и тело мускат укрепляет сердечные мышцы вот и в молдавии пристрастие к вину называют терапией а лечение для многих местных начинается еще в раннем детстве детей всегда заставляли понемножку вина пить и вот за столом обязательно по глотку видно чтобы у них была нервная система хорошая и успокаивались прямо в печеньце дают немножко вина 50 граммов красного сухого для подводников это норма проверенная временем но в разгар антиалкогольной компании руководство страны задумалось михаил сергеевич горбачев спросил министра обороны вот вся страна и партия борется почему подводники до сих пор продолжают пить сухое вино одни говорили что вино нужно подводником в качестве антидепрессанта другие уверяли что напиток выводит радиацию чтобы поставить точку в этом споре по заказу министерства обороны на подводниках поставили эксперимент одна группа не принимала вино вторая группа вместо этого вина принимала сок и третья группа принимала вино по 50 миллилитров военные врачи оценивали работоспособность физподготовку и моральный дух подводников на вопрос пить или не пить как до конца не решили получены противоречивые данные и требуется дальнейшее исследование хороший эксперимент пили пили а когда пришло время подводить итоги пришли к выводу что выпили мало и нужны дальнейшие исследования в переводе на русский это означает не грех бы выпить еще в итоге пайку сухого вина подводники получают и поныне говорят кто во время чернобыльской аварии был не сильно трезвый то он никак вроде от радиации не пострадал о том что грянул чернобыль музыканты белорусской группы сибры узнали из передач голоса америки и там впервые было сказано о том что надо выпить вина сколько концертов дали они тогда в зоне заражения от радиации спасались красным вином правда дозировку определяли интуитивно кто сочетает в общем короче вот так так вот в таком состоянии и выживали научной базы подлечения вином музыканты не подводили действовали по наитию на самом деле не знаю насколько сто процентов оно влияет но я знаю что на подводную водку атомную дают это значит резон какой-то в этом есть говорят кто во время чернобыльской аварии был не сильно трезвый то он никак вроде от радиации не пострадал в итоге вопрос о пользе красного сухого в борьбе с радиацией остается открытым подводники кивают на чернобыльцев чернобыльцы на подводников живите богато в любом случае выход есть виноградные плантации до горизонта бог виноделия обнаженный но с грозью это франция провинция бордо место насквозь пропитанное винным духом впрочем мы приехали сюда не пить а лечиться от чего пока непонятно но надпись винотерапия на входе звучит зазывающе и лечение хочется начать безотлагательно как рассуждаем мы россияне раз это винотерапия а в списке предложений для отдыхающих ванная значит это будет ванная с вином увы это из разряда русских фантазий французы к нашему разочарованию ванную заполнили водой потом погрузили туда девушку и только третьим пунктом залили вино снова разочарование и полбеды что вина то тут всего 100 граммов на 300 литров так это вино еще и безалкогольное так и хочется спросить ну кто так лечит и кто лечится оказывается винные безалкогольные ванны и принимают голливудские звезды а из россии сюда приезжают и вовсе первые лица стандартный курс винотерапии для таких вип клиентов это после ванной процедура крашка берне то есть натирание тела виноградными косточками с медом и маслами не знаю винотерапия не видно но голова конечно проветривается потом виноградная маска на лицо а с похмелья к вам приходят сюда люди это не наша специальность винотерапия да терапия даже фактически лечение вот сейчас что мы лечим мы лечим кожу винотерапия в русском понимании слова началась только во время обеда за что пьем за здоровье за винотерапию выпив бокал вина за вино винотерапевт предложила тост за тот главный секрет винограда на котором держится его целебные свойства за полифенолы полифенолы это растительные пигменты которые являются самыми мощными естественными антиоксидантами полифенолы увеличивают сопротивляемость кровеносных сосудов улучшают кровообращение полифенолы максимально поддерживают ткани кожи и так вино не обязательно обязательно виноград причем с косточкой повторяем виноградные косточки которые мы обычно выплевываем надо съедать ну а если пить то пить в меру так как это делают французы резюме такое лечение вином да лечение алкоголем нет вы абсолютно все правильно поняли вот смотрите я наливаю сейчас нормальное пиво по крайней мере меня убеждали что это нормальный напиток есть такая штука маска для головы в это вы верите я думаю что я думаю что это очень хорошо да рецепт знаете как делается я не знаю вашего рецепта у меня есть свои рецепты и свои знания точнее по этому поводу я этим не пользуюсь но во всяком случае я об этом немножко знаю расскажите вот пиво с яичными желтками если смешать и или с ржаным хлебом размочить и делать вот такие маски это очень полезно для кожи головы да у вас рост волос хорошая мне пока эти рецепты не нужны но наверное я бы есть только наверное я просто думаю кто у нас будет испытателем этой прекрасной так мы значит по вашему рецепту же взяли пиво вот пенки мы как говорится размешиваем добавляем сухарей ржаных ой господи какая реакция пошла мама дорогая потому что мы в 21 веке а потом я тебе объясню потому что сухарики то какие ржаные вот если бы ты сам бы свои сделал сухарики евгений Алексеевич я буду у вас с подопытным кроликом хрен как говорится с ним я не смогу нет я меня будете мыть не не я вас быть не буду избавил бог да я тебя помою знаешь макс давай меня помоешь да конечно а вы объясните потому что в чем смысл вот такой маски жидкая фракция и те витамины и различные аминокислоты и прочее что туда входит они хорошо всасываются а лечит пиво секундочку пиво или хлеб и желток и пиво и желток и хлеб это все лечебные для головы я понял слушайте но смертельный номер вовсе не потому что мы сейчас будем мазать пиво потому что вы макси вы мне перетянули перетянули да чуть 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 кажется хочется жить еще после этого макси умеет вертеть пиве и черном хлебе водорастворимые витамины и все это впитывается в кожу головы вот вы я понимаю что все это выглядит со стороны смешно и недавно смеются полстраны но я понимаю они завидуют тебе завидуют мне было лет 30 я стал лысеть и я прочел всю литературу по этому поводу и нашел свой рецепт Мне было лет 30, я стал лысеть. И я прочел всю литературу по этому поводу и нашел свой рецепт. Косметологи советуют сушить кожу головы. Я придумал такой рецепт. Масло, репейное масло и туда жирорастворимые витамины. Репейное масло? Репейное. А, Д, Е. Значит, все это перемешивается. А, Д, Е прямо покупается в аптеке? Ну, он еще в аптеках продается. Ну, какая морковь? И раз в неделю на 8 часов делается аппликация на голову. На... Ну, наносится на голову, да. Достаточно густо. Этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы сохранить те волосы, которые еще остались. Те глупые волосы, которые еще не покинули голову. Но генетику не обманешь. Но генетику, конечно, не обманешь. Вы знаете, у меня прямо сейчас... Масло, теперь это решение... Я это ощущаю себя... Здорово жить с Еленой Малышевым. Нанесите раствор на голову и сделайте аппликацию. Хотите грибочек? Хотите листочек? Да, надо немножко понять. Я чувствую, что у меня на голове кирка аэродрома, а не пивная маска. Не спорьте с врачом. Раз. И вот теперь вот так. А еще, кстати, между прочим, знаменитый, небезызвестный в широкой публике Михаил Николаевич Задорнов мне рассказывал, что он тоже голову моет подобным образом. Ему не помогло точно. Не, ну, кстати, как бы, между прочим, зря не помогло. Как не помогло, у него мало, 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 мало. Евгений Александрович, а в вашем случае вот эта история с репейным маслом, она... Вот результат. Смотрите на меня. Смотри, в следующей передаче мы с тобой репейное масло наважим. Смываем, Максим. Смываем? Да. Но это дорого будет стоить. С выдка и укладка. Ой-ой-ой, холодный. Убончено. Ну, ничего, ничего. А, теперь видите, здесь тут холодный. Да, да, да. Попривем. Из всего этого мы делаем вывод. Евгений Алексеевич, если есть где-то польза алкоголя, скорее вот для использования снаружи, чем внутри. Еще раз повторяю, если это в малых дозах, рекомендуемых мировым медицинским сообществом, то это полезно. Люди должны знать свой организм, знать. Но все-таки, дорогие друзья, иногда так хочется попробовать что-то запретного, но только попробовать, а не злоупотреблять. Правильно? Правильно? Нет. 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 Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. То, что пиво утоляет жажду и улучшает настроение, известно всем. Но о целебных свойствах хмельного напитка могут рассказать только ценители. Дайте мне, пожалуйста, пиво. Журналист-международник Ханс Георг Шнаак уже 20 лет живет в России. Но, как истинный немец, своим привычкам не изменяет. Пиво в семье Георга не просто дань традиции, а почти священный напиток. Пиво тоже рекомендуют для профилактики, например, инсульта или инфаркта, потому что пиво, помимо того, что очистит кровь, тоже расширяет сосуды. Пивом отец Шнага вылечил почки, когда в выздоровление не верили даже врачи. А сам Георг перенес инфаркт и уже через год прыгнул с парашютом. Георг уверен, залог его здоровья – именно пиво. В доказательство Шнаг идет ко врачу. Сначала выпил. И тут же на кардиограмму. Да, я хотел бы у вас поварить свое сердце. Спустя три минуты – отличный результат. Сердцем у вас все хорошо. Для сердца и души Георг рекомендует принимать по две бутылки немецкого пива в день. Я ничего подобного не слышал, что это кому-то повредило. Литр пива каждый день. Любой российский нарколог скажет – это прямая дорога к пивному алкоголизму. Но немцы о таком диагнозе даже не слышали. Может, все дело в качестве пива? Обычная кухня в обычной московской квартире. Даниил Каганович – санитарный врач. И по совместительству – пивовар. Пиво фильтруется, оно относительно чистое. Для приготовления пива в домашних условиях он соорудил целую установку. Плита и бак из нержавейки заменяют ему цех пивоварения. Я добавил хмель для горечи. Он поварится 30 минут, потом еще добавим хмель для аромата и для вкуса. Если мужчины хмель в пиво добавляют для аромата и вкуса, то женщины знают лучшее ему применение. Ведь хмель тоже лечит. Старинный народный рецепт – использовать шишки хмеля в качестве средства для роста груди. Еще в 16 веке немецкие лекари рекомендовали женщинам мазать лицо и грудь пивной пеной. Говорят, даже королева Луиза пыталась излечиться от плоскогрудия таким способом. Для этого постоянно пила пиво и три раза в день массировала грудь пивом. Как и обещал, в этой программе я рекомендую только то, что не побоюсь давать своим детям. Так вот, после этой программы мы, увы, ничего вам не дадим, или, слава богу, что ничего вам не дадим. Максиму на память мы предлагаем эту прекрасную пивно-хлебную маску. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо вам большое. Евгению Алексеевичу спиртное не предлагаем, вам виноград. Ну, а нашей съемочной группе достаются эти недопитые бутылки водки, коньяка и шампанского. Все, операторы, фокус можно больше не держать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!